МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это КФУ «Итоги недели». В программе сегодня вы увидите... И республика, и наш президент, и председатель наблюдательного совета, он верит в роль и значение этих проектов для трансформации Татарстана. Попасть в приоритет. В каком направлении будет работать Казанский университет в главной государственной научной программе? Гордость учителя в учениках. Любимые и неповторимые. В чем секрет работы школьного учителя? Нам необходимо каким-то образом его спрятать, спрятать в такую оболочку, как вот киндер-сюрприз. Найти свой путь. Как в КФУ решают проблему лекарственной устойчивости? Открыты к сотрудничеству. Какие разработки представил университет на Экспо в Дубае? И начнем программу с главной для университета и научного сообщества новости. Казанский федеральный университет победил в конкурсном отборе на получение специальной части гранта программы «Приоритет-2030». С этим событием коллектив вуза поздравил его ректор Эльшат Гафуров. Он отметил, что университет вошел в первую группу вузов, которые станут опорными в рамках реализации программы по направлению территориальное и отраслевое лидерство. Проект, с которым выступил КФУ, сфокусирован на внедрении новых технологий в здоровье спережения, создании уникальных решений для перехода к низкоуглеродной экономике, развитии информационных технологий, а также на формировании полного цикла дизайна материалов с заданными свойствами. Сегодня мы ставим перед собой цель содействовать развитию Татарстана, улучшению его позиций на международной арене, делая акцент на научной, инновационной и образовательной составляющих. Также мы уделяем особое внимание повышению качества человеческого потенциала в условиях новых социально-экономических вызовов, говорится в обращении ректора. Благодарю за проделанную работу каждого, кто принимал участие в создании проектов ВУЗа «Приоритет 2030» – это беспрецедентная программа, а такой высокий результат – объективная оценка труда всего коллектива Казанского федерального университета. Завершается поздравление ректора в адрес коллектива КФУ. Благодаря вхождению университета в программу «Приоритет 2030» совокупный потенциал бюджета развития ВУЗа в ближайшее время увеличится примерно на полтора миллиарда рублей. В защите по треку территориальное и отраслевое лидерство, в которое вошел Казанский университет, были рекомендованы 36 университетов страны. Рассказать подробнее о том, как проходила защита, о самой программе, а также о деталях, представленного университетом проекта, мы попросили проректора по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марата Софиулина. Здравствуйте, Марат Рашидович. Добрый день. Казанский федеральный университет в рамках программы «Приоритет 2030» вошел в первую группу ВУЗов по треку «Территориальное или отраслевое лидерство». Расскажите, что это значит для университета? Большое спасибо за вопрос. Надо сразу сказать, что в соответствии с новым законом об образовании программа развития является ключевым документом, в котором сосредоточен весь вектор и вся политика движения будущего. И то, что правительство Российской Федерации, Министерство высшего образования и науки поддержало нашу программу, это не только большой, скажем, имиджевый успех, но и серьезная финансовая поддержка наших проектов развития, стратегических проектов, приоритетов научных коллективов, наших политик, модернизации образования, научной базы, инновационной базы, молодежной политики, управления практически всех сфер. И для нашего ВУЗа, то есть вот, наконец-то мы получили тот объем финансирования, который нам достаточен для того, чтобы сделать и решить те амбициозные задачи. В каких направлениях будут реализовываться проекты в рамках программы? Я хочу сказать, что программа построена очень интересно. То есть там есть 11 политик, начиная от образования, заканчивая управлением и интернационализацией. А также есть и 5 стратегических проектов. То есть вы, наверное, помните, когда у нас была программа повышения конкурентоспособности. Сначала мы говорили о приоритетах, это такое широкое перспективное поле развития. Потом они трансформировали стратегические академические единицы, и вот сейчас стратегический проект. Они очень созвучны нашим приоритетам, но в то же время они имеют качественное другое содержание. Потому что главный вызов, который мы должны с вами решить, это существенно продвинуться в области коммерциализации науки. Это имеется в виду, то есть не просто производить научный продукт, но также научиться его доводить до конечного потребителя. И поэтому конечным результатом, почему это называется стратегический проект, это будет конкретная технология, конкретный товар, конкретная услуга. И мы, например, вот чтобы было понятно, мы планируем где-то в 2,6 раза увеличить за 10 лет общий бюджет. При этом, ну скажем, пропорционально вырастет доходы от образования, а доходы от науки и инноваций мы планируем, что они должны будут вырасти больше, чем в 3,7 раза. То есть это вот самый главный вызов. Но здесь и поддержка Республики Татаростанцы играет большую роль. Я хочу сказать, что вот когда обсуждали и представлял наш ректор эту программу, первый и вопрос специально переспросили, потому что это беспрецедентный уровень поддержки субъекта в 40% к тому финансированию, которое дает федеральный бюджет. Такие вообще примеры есть по стране или нет? Ну, вы знаете, обычно, вот если посмотреть среднюю практику, то это в пределах от 15 до максимум 25%. Поэтому 40% это серьезное значение. И с одной стороны это показывает, что и Республика, и наш президент, и председатель наблюдательного совета, он верит в роль и значение этих проектов для трансформации Татарстана. А сейчас какая-то работа уже началась в рамках реализации программы? Конечно, конечно. Хочу сказать, что вот уже неделю назад мы получили финансирование по базовой части, это 100 миллионов рублей. И где-то до конца месяца должны получить часть финансирования по специальной части. Это тоже чуть больше 170 миллионов рублей. В совокупности специальной части за 2021 и 2022 годы это 994 миллиона рублей. И сейчас как раз вот наша задача состоит в том, чтобы все наши планы, которые мы разрабатывали с начала года по перспективным лабораториям и проектам, начать закупки и оснастить оборудование для того, чтобы обеспечить основной рывок в 2022 году. Конечно, немножко поздновато деньги пришли, поэтому кое-что из наших амбиций очень сложно реализовать, но мы стараемся успеть. Ну и самое главное, что работа уже началась и перевод средств из федерального бюджета уже пришел. Да, и не только. Хочу сказать, вот, ну скажем, упреждающее, еще в сентябре мы запустили гранты для исследователей. Они начинаются где-то от 120, вернее, от 120, заканчивая 40 тысячами рублей. Для того, чтобы поддержать молодых начинающих исследователей, которые, вот, скажем, занимаются инициативными научными работами. Большое спасибо за интересную и, самое главное, содержательную беседу. Спасибо вам. На этой неделе отметили не менее важное событие – День Учителя. Говорить о роли учителя в обществе, в научной деятельности можно долго, приводя разные аргументы, находить слова о значимости этой профессии. Мы пойдем другим путем. Расскажем о двух педагогах, чьими стараниями выпистываны лучшие выпускники лицея в КФУ. Победители и призеры Олимпиад и турниров различного уровня. Их ученики – гордость Татарстана. А они сами – любимые наставники, уважаемые коллеги, лучшие родители. Сразу отметим, в школах, которые курируют университет, каждый учитель достоин отдельного сюжета. Здесь не работают случайные люди. И тем отраднее, что коллективы двух казанских лицеев сами выбрали своих героев для нашего репортажа. Илья Андреев познакомился с теми, чей жизненный путь оказался связан с благородной профессией. Любимым учителям посвящается. Каждый год в лице Лобачевского воспитники своими силами ставят творческие номера для своих наставников. Обходят не только концертом. Один из сюрпризов – фотовыставка, подготовленная учеником 11 класса, была там Кайнудзиновым. Ее он посвятил своему любимому учителю химии Ольге Романовой. Это инициатива Булата, который сам придумал прибор, который позволил, собрал его из разных частей, имеющейся у него техники, и чтобы снимать в тонкой пленке кристаллы. На этой выставке представлены фотографии различных кристаллов и микромира. Она задумывалась как научно-популярная для того, чтобы привлечь внимание молодого поколения. Техника фотографии выполнена под микроскопом. Главное, что автор дал обещание обучить ей лицеистов младших классов. И так во всем. Воспитанники понимают важную задачу – передача личного опыта, участие в олимпиадном, вошадском движении. Есть проект педагогического класса, где лицеисты готовятся стать педагогами высшей школы. Они осваивают умение преподавать математику, химию, физику на английском языке, проходят уроки лидерства. Активно работает совет самоуправления лицеистов. И это тоже говорит о том, что пример учителя, завораживающий в нашем лицее, и ребята хотят проявлять свои лидерские качества именно вот в такой эстезе, именно будучи педагогами. Поэтому это здорово, это очень здорово. И сегодня в День учителя мы рады осознавать это. Ольга Романова преподает химию лице Лобачевского. За разные годы она подготовила 18 стубальников и около 10 призеров Всероссийских олимпиад. Для воспитанников Ольги Николаевны организован кружок олимпиадной подготовки. Там они с 8 класса решают разные задачи, ставят эксперименты. Проводить их помогают сотрудники химического института имени Бутлерова. Химия, конечно, предмет очень непростой, но я своей задачей ставлю не просто научить конкретным фактам, реакциям, свойствам веществ, а научить ребят думать, рассуждать, сравнивать, анализировать, выдвигать гипотезы, делать выводы. Поэтому уроки я строю так, чтобы ребята не просто зазубривали, а понимали логику, чувствовали закономерности и применяли их в нестандартной ситуации. Самое главное – сохранять внутренний позитивный настрой и убежденность, что педагогика – это твое дело. И ты на верном пути, говорит Ольга Романова. Сейчас говорим, что это цифровизация, это современные технологии, это все хорошо. Но если у тебя нет желания научить ребенка, если душа не горит, если раздражаешься на ежедневную вот эту рутину, то никакие цифровые технологии не помогут. В лицее работает один из лучших учителей информатики в стране. Сергей Михайлин считается сильнейшим информатиком в Поволжье. Он специализируется на олимпиадном программировании. Каждый год его воспитанники привозят в Казань медали с престижных российских и международных соревнований. А в лицее он сумел организовать непрерывный процесс создания будущих чемпионов. Программирование позволяет повысить уровень интеллекта, уверен Сергей Михайлин. Идет постоянный поиск и коммуникация. Ребенок, он не может даже отвлечься, у него нет времени, он все время должен меня слушать. Рефлекс на мой голос, естественно, вырабатываю. Говорю, восемь попыток, ребята, как у шимпанзе. Интеллектуальная атмосфера затягивает детей. Если они выдерживают три месяца занятия в кружке, то они уже не уходят. За 20 лет около 50 личных дипломов финала России. Последние пять лет золотые, серебряные и бронзовые медали на международных турнирах и мировых чемпионатах. И это не просто олимпиада интеллекта, это самый настоящий спорт. Необходимо желать быть первым, иметь честолюбие и трудолюбие. Роль учителя очень велика. Вот почему я говорю, в глаза мне смотреть, потому что обратная связь должна быть. Я должен видеть, они меня понимают или не понимают. И вопросы я им задаю потом именно с этой целью. Главное, чтобы интересно было. Вот если ученик сидит и думает, ты скорее безо мной призвенел, надоел, он тут бормочет что-то у доски. Вот я стараюсь, чтобы этой скукоты не было. Я думаю, у меня получается. Победители по жизни готовят и войти в лице КФУ. Фиделья Халикова уже 31 год преподает, и совсем скоро ее ждет защита докторской диссертации. Тема – педагогическая система обучения одаренной молодежи. А сегодня у нее плотный график. Она наставник молодых учителей химии. При этом готовит целую плеяду победителей олимпиады. Это очень важно, когда любой ученик, который пришел в лица и другие школы, он должен знать, что у него вот эта вот траектория образовательная должна быть успешной. Он должен быть профессионалом любой области. Не только химик, не только физик, но и как человек он должен быть востребованным и успешным. Воспитатель должен вести себя таким образом, чтобы каждое его движение воспитывало. Именно этому правилу следует Фиделья Дамировна. Собственным примером любви к предмету старается она передать это чувство своим научным воспитанникам. За 8 лет работы в копилке 13 призеров Всероссийской олимпиады, более 300 победителей призеров олимпиад, конкурсов и турниров. Дмитрий Иванович Менделеев говорил прекрасно об учителях. И он так писал, что гордость учителя в учениках. Это очень здорово, когда любой успех нашего ученика, конкретно ученика, это возможно и наш успех. В числе педагогов IT-лицея 8 кандидатов наук. Средний возраст коллективе 35 лет. В общей сложности в двух лицеях КФУ трудится 85 учителей. Обучается 912 тонантливых школьников. Организовано 55 кружков по разным направлениям. Педагог – это образ жизни. Учитель по-прежнему проводник в мир знаний. Несмотря на вызовы, он должен оставаться учителем с большой буквы и работать с любовью и от души. Илья Андреев, Хафиз Гараев, Булат Садыков, КФУ, итоги недели. Как решить проблему лекарственной устойчивости? Этим сейчас озадачены участники проекта, который ведется в химическом институте имени Бутлерова. Работы были начаты три года назад, и в этом они продлены в рамках конкурса молодежных групп президентской программы исследовательских проектов. Научным руководителем является доцент кафедры органической и медицинской химии Людмила Якимова. Она – пример молодого ученого. Обладатель молодежной премии имени Арбузовых. Победитель университетского конкурса «Женщина года». Яркий популяризатор науки. Проблема, которую пытаются решить она и ее коллеги, весьма актуальна для нашего времени и общества. Это то, с чем сталкиваются медики при лечении бактериальных и вирусных инфекциях – онкозаблеваний. Луиза Салихова узнала, какие подходы предлагают казанские ученые в решении лекарственной устойчивости. Алло, уайли для тебя заказ. Полтора часа срочная доставка. Может ли курьер помочь вылечить рак или вирусное заболевание? Может, считает доцент кафедры органической и медицинской химии Людмила Якимова. Смотря какой курьер, куда двигается и что доставляет. Три года ученые КФУ разрабатывали и строили полифункциональные частицы различных форм и содержания. Они стали основой своеобразной службы доставки внутри организма человека. Они сами по себе такие полые структуры. То есть есть полость обязательно. И в эту полость могут попадать как раз молекулы, например, лекарства, допустим, или витамина. Но также все эти субстраты могут цепляться за верхний обод и за нижний обод. То есть вот такая двойственность природы. Поэтому они действительно как такие контейнеры для доставки в организм. Проект по созданию полифункциональных частиц контейнеров поддержал Российский научный фонд в 2018 году. В этом РНФ выделил грант на продолжение инновационной разработки. Перспектива – частичное решение проблемы лекарственной устойчивости. Всемирная организация здравоохранения назвала ее одной из десяти глобальных угроз здоровью населения, стоящих перед человечеством. Причины возникновения лекарственной устойчивости называют неправильное и избыточное применение препаратов. Когда нам означают какой-то препарат, например, антибиотик или противовирусный препарат, часто бывает так, что он начинает действовать сразу. Но курс рассчитан, например, на три дня. И зачастую люди думают, ну зачем я буду себя травить вот этими таблетками? Ну мне же уже стало легче, значит я уже выздоравливаю. В организме действительно происходит уничтожение этих вот бактерий, но не до конца. Оставшиеся полуживые бактерии формируют иммунитет к антибиотикам, выстраивают вокруг себя непробиваемую крепость. Полифункциональные частицы в этом случае выполняют роль курьера троянского коня, который содержит лекарства внутри себя. Он обманом проникает в крепость бактерий и выпускает свое содержимое на борьбу с ними. Кроме этого, новые частицы используются как капсулы для веществ, не приспособленных к жизни в теле человека. Это нам необходимо тогда, когда, например, вещество или лекарство у нас плохо растворимо в воде. Естественно, оно у нас в организме никак, ну то есть он не распределится, не растворится в нашей системе. Поэтому нам необходимо каким-то образом его спрятать, спрятать в такую оболочку, как вот киндер-сюрприз, представляете? Киндер-сюрприз, который вот внутри, там все что угодно может быть, а вот этот киндер-сюрприз должен быть снаружи, растворяться, содержать такие фрагменты функциональные, которые будут растворимы в воде. В ближайшие два года ученые КФО будут изучать применение новых полифункциональных частиц в биомедицине. Работа ведется по двум направлениям. Первое, когда лекарство курьером доставляют до места назначения, замаскированным или в удобной упаковке. О нем мы уже рассказали. Второе направление – лекарство без лекарства. Когда сами курьеры частицы выполняют роль лекарства, способного побороть болезнь, если его функционализировать нужными фрагментами. Или использовать это вещество как магнит, например, для белков. Альбумин представляет собой мономерную форму, то есть как бы одна субъединица альбумина. И вот тогда эффективность у этого альбумина в качестве лекарства, она очень высокая. А вот если, например, альбумин у нас, когда соединен из нескольких частей, то тогда эффективность его гораздо ниже, и он в медицине не применяется. Вот наши системы, они способны вот таким образом связывать вот этот белок, что он получается в мономерной форме. Исследование затрагивает и эксперименты на раковых клетках. Так, один из видов новых функциональных частиц в сочетании с ионом серебра убивает клетки рака шейки матки. При этом другие раковые клетки, это рак молочной железы и двенадцатиперстной кишки, на эти клетки они, например, не действуют. И при этом оказалось так, что эффективность вот той системы, которую мы создали, она оказалась в два раза выше, чем продажный препарат, который имеется в аптеке. Но при этом на живые клетки действие оказалось тоже такое же. Подобные исследования, связанные с получением смешанных частиц, проводятся сейчас и за рубежом. Например, получены системы для применения в терапии болезни Альцгеймера. Внимание к этому направлению в химии объясняется его схожестью с естественными процессами в природе. Желудочный сок, допустим, у нас там разъедает, что у нас там может... Ну, там, допустим, только шоколад. Да, то есть там же, ну, в шоколаде, например, там много же разных компонентов, да. И рецепторов у нас на вот эти компоненты, их тоже множество, да. И они одновременно все работают на несколько компонентов, да. А, все, понятно. Да, и тут тоже самое множественность действия вот этих рецепторов на множество компонентов. Вот. И такие системы, естественно, в биологии, в живых системах очень широко распространены. Сейчас испытания полифункциональных частиц проводятся на клетках. Далее планируется на мышах. По итогам исследований и экспериментов будут сформированы рекомендации по применению этих частиц. Конечно, новые лекарства из них вряд ли сделают, говорит Людмила Якимова. Слишком затратно по времени и финансам. А вот разработать инновационную систему доставки уже существующих лекарств и витаминов возможно. Таким образом, курьеры будут помогать лечить рак и вирусные заболевания. Луиза Сагитова, Булат Садыков, Хафиз Гараев. КФУ. Итоги недели. Как выучить татарский язык легко и на расстоянии? Расскажем далее. Также в программе. Открыты к сотрудничеству. Какие разработки представил университет на Экспо в Дубае? А вот перед нами из архива, собственноручно, да, рукопись Залесского, лекции по истории философии. Фольклор или латынь? Какие гуманитарные дисциплины преподавали в Казанском императорском университете? В КФУ появятся две новые лаборатории. Они открываются в рамках создания молодежных научно-образовательных центров мирового уровня. Общий объем финансирования составит 108 миллионов рублей. Первая лаборатория – интеллектуальная химическая робототехника. Должна помочь в создании первого прототипа, управляемого искусственным интеллектом химического робота. Эти работы находятся в области хемоинформатики. Вторая – лаборатория гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов. Повысить эффективность процессов добычи углеводородного сырья и снизить выбросы в атмосферу. На этой неделе прошло совещание в Миноборнауке России с участием молодых ученых Казанского университета – руководителей новых лабораторий. Какие еще события произошли на этой неделе в нашем ВУЗе – узнаем из дайджеста. Казанский федеральный университет представили на всемирной универсальной выставке «Экспо-2020». Она проходит в городе Дубай. Представители КФУ вошли в делегацию Республики Татарстан. Участникам выставки рассказали об истории, достижениях и международных проектах университета. Также была презентована работа нефтехимического направления и медицинского кластера. Молодые ученые Казанского университета. 199 выпускников КФУ на этой неделе получили дипломы об окончании аспирантуры. Часть из них, к тому же, успели защитить свои кандидатские диссертации. Как отметил проректор по научной деятельности университета Дмитрий Таюрский, есть надежда на то, что в течение ближайшего года в КФУ произойдет всплеск защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. КФУ поднялся в рейтинге британского издания Times Higher Education по направлению компьютерной технологии. Казанский федеральный университет поднялся более чем на 100 позиций. В этом же рейтинге среди российских вузов Казанский университет занял седьмое место. Всего по этому направлению в рейтинг вошли 23 российских вуза. Дело в том, что международные рейтинги – это важный критерий оценки эффективности наших перспективных планов и проектов. И, скажем так, в KPI или в задачах перед каждым нашим стратегическим проектом. И более того, у нас ведь очень мощный кластер в области IT. Это и в МИД, и ТИС, и МЕХМАТ, или Институт механики и математики. И насколько глобально признаны их результаты, насколько они в теме, как раз показывает продвижение в предметном рейтинге. Первокурсники Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета получили гранты правительства Республики Татарстан на обучение. В IT в этом году поступило 25 стобальников и 3 200 бальника. На бюджет проходными стали 273 балла, на грантовую часть – 263 балла. Всего было вручено 30 грантов на сумму 5 миллионов рублей. Я рад вас приветствовать и видеть взгляд людей амбициозных, видеть взгляд студентов, которые входят в ваше число интеллектуальной элиты в Республики Татарстан. И с чем я вас с этим и поздравляю. Свой локдаун на этой неделе испытали пользователи соцсетей по всему миру. В течение нескольких часов не работали популярные мессенджеры и социальные сети американской корпорации. Не пообщаться в чатах, не посмотреть картинки и даже не пролистать ленту. Цифровой сбой показал, что мир слишком зависим от интернета и им можно управлять. Что, кстати, и делала IT-компания. Не просто навязывала стандарты красивой жизни, как в Инстаграме, а устраивала революции, носила деструктивное влияние на пользователей. Это говорим не мы, а бывшая сотрудница Фейсбука. Как интернет-мир пережил последствия глобального сбоя и кому помог цифровой детокс. Об этом в авторской рубрике моего коллеги Леонида Толчинского. И вновь с вами «Смотрите сами». Честно говоря, хотел сегодня продолжить тему перспектив развития всемирной сети, опираясь на совсем свежие примеры минувшей недели. Но сразу два события немного позволили изменить тему, что, впрочем, не сильно уводит нас от проблем того же интернета. Во-первых, в четверг отечественные медиа решили бороться с недостоверной информацией в интернете. Российские СМИ и интернет-платформы не стали дожидаться мер по противодействию фейкам со стороны властей и подписали меморандум о факт-чекинге. В альянс вступили ТАСС, РБК, Ведомость, Интерфакс и Вебел. Их ресурсы могут быть использованы для факт-чекинга платформ, где контентом делятся непосредственно пользователи ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Рутюб и Авито. Кейс с меморандумом – пример здоровой инициативы со стороны бизнеса, уверяют коллеги. Они считают, что распространение фейков в интернете наносит репутационный ущерб интернет-площадкам, что приводит к юридическим и финансовым последствиям, становясь угрозой общественному порядку. Как конкретно будет осуществляться контроль за фейками в рамках меморандума, пока неизвестно. Однако уже идут разговоры о маркировке потенциально недостоверной информации, чтобы создать своего рода фильтр для читателя. А уже в пятницу в своем послании к Государственному совету Республики Татарстан президент Рустам Мениханов призвал республиканские медиа поставить заслон именно фейкам. Вот так сошлись события. Тема противодействия лжи в масс-медиа действительно достигла сегодня критической массы. Но тут надо немного попробовать разобраться. Не могу не отметить, что какой бы меморандум хороший не был, это всего лишь бумага, заявления о намерениях и только. Таких уже было много, и тут прямой отсыл к тем, кто в том числе подписал меморандум. Общество довольно-таки давно ждет от гигантов индустрии, например, от того же Яндекса, разработки технико-технологической платформы для выяснения подозрительной информации. Тем более, что, к слову, у Яндекса для этого есть все аппаратные программные средства, например, на вооружении нейросеть ГПТ-3 с пластом распознавания языков. Без технологической базы борьба с фейками не имеет перспектив. И это задача, которую локально в регионе решить невозможно. Тут нужны силы глобальных компаний. Пока же они подписывают меморандумы. Еще один серьезный вопрос, что вообще считать фейковой информацией? Тут всегда есть соблазн впасть в ограничения цензурного характера. И благо, если цензу установит хотя бы государство. А если цензором выступит корпорация? Так пока и получается. И зачастую алгоритмы, выдавливающие определенный контент, никак не стыкуются ни со свободой слова, ни с видением национальных правительств. Вот только что Google заявил, что будет блокировать на своем YouTube любую информацию, отрицающую изменение климата. То есть это в Google решили, что тема закрыта. И мы все должны стать последователями бредней девочки Гретты. Зато в том же YouTube вы найдете все, что угодно. Например, про отрицание Холокоста. Другая крайность. Не подвергать сомнению, критическому осмыслению все, что выдают иной раз представители национальных правительств. Вот по коронавирусу. Одно из ведомств выдает второй год цифры, которые давно вроде бы надо метить лейблом информации сомнительного содержания. А ведь такая информация приводит к дезориентации людей и, как результат, к срыву вакцинации. Но никто не несет ответственности за распространяемые данные. Никто не наказан и никто пока не собирается и не имеет инструмента пометить сомнительные цифры значком «фейк». Тут только специально созданные платформы на основе обработки больших массивов данных могут дать основание усомниться открыто в подлинности распространяемого. Впрочем, определенные механизмы выявления фейков есть, но их тоже пока не используют. А ведь можно было бы как минимум научиться инфорсить уже существующие инфопотоки. И в то же время встает задача представителям бизнеса рассказать, что надо играть не в имиджевые игрушки, а надо все-таки что-то делать самим. Потому что они сами в определенный момент столкнутся от тот факт, что им надо как-то вычленять совсем адский трэш из своих алгоритмических лент. Это как раз то, на чем очень сильно погорел Цукерберг, когда в его ресурсах фейки были напрямую контролируемы, якобы для того, чтобы на платформе было больше дискуссий для роста популярности Фейсбука. Но есть еще один момент. И тут как раз флаг в руки СМИ и в целом масс-медиа. Задача в послании президента Татарстана открывает шанс традиционным СМИ. Потому что они могут прекратить торговать своей редакционной политикой, навязанной внешними алгоритмами, а заняться процессами возвращения доверия к себе, восстановления репутации, уделив ключевое внимание в своей работе проверке и перепроверке информации. Президент Татарстана так прямо призвал поднять роль журналистов, чей профессионализм и гражданская позиция должны оказывать определяющее влияние на редакционную политику. А это уже, согласитесь, не про трафики алгоритмы. Я больше скажу, если в меморандумах предлагают метить недостоверную информацию их носителей значком «Фейк», почему бы в содружестве со специальными платформами IT-компаний, разработанных под технические задания экспертами гуманитарного блока, не начать подписывать, соответственно, добросовестные источники информации? Хоть небольшая, но борьба начнется за право именоваться источником, вызывающим доверие. А это потребует той самой многотрудной работы над фактчекингом, а не над хайпом, который рождает преимущественно фейки. Здесь даже может совершиться чудо, и медиа заметит, что среди тем, возможно, интересных обществу есть и те, за вклад в которые президент Татарстана благодарил пока еще малоизвестных героев разных сфер непопсовой жизни. Но в наших медиа про них ничего нет, и пока быть не может. Хайп не может вытолкнуть на поверхность темы о благородных поступках и людях. Работа на рост доверия может. Итак, задача борьбы с фейками – это прежде всего вызов для больших IT-компаний, которые все отдали на откуп алгоритмики, и сейчас за это расхлебывают и сами, и мы с ними до кучи. А для классических средств массовой информации, для весьма интересных новых, нарождающихся цифровых медиаформатов, это хорошая возможность. Но еще раз подчеркну, что только в тесном соприкосновении с носителями цифровых технологий. И не зря сразу за задачей борьбы с фейками прозвучала инициатива объявить 2022 год годом цифровизации в Татарстане. Но цифровизация не как самоцели, к чему это приводит мы на примере медиапространства «Видим», а как к инструменту, позволяющему повысить качество жизни населения. Согласить, что медийная составляющая влияет на это самое качество самым непосредственным образом. Всем доброго! В год родных языков и народного единства в Татарстане все так же остается актуальным вопросом изучения одного из государственных языков республики – татарского. В Казанском университете не первый год работают курсы для желающих познать тонкости языка. А еще есть онлайн-школа «Анатолия». И сегодня у нас в студии ее руководитель Кадрия Фаткулова. Здравствуйте, Исен Миссис! Исен Миссис, добрый день! Кадрия Асангатовна, итак, на кого рассчитана эта школа? Кто в ней может обучаться и сколько в ней ступеней для обучения? Онлайн-школа «Анатолия» создана в 2013 году. Она предоставляет возможность изучения татарского языка всем желающим. Независимо от места проживания, независимо от времени, там, где есть интернет, любой желающий может зарегистрироваться в этой школе и изучать татарский язык бесплатно на протяжении, скажем, года, двух лет и так далее. Всего в этой школе 9 уровней. В соответствии с международными языковыми компетенциями это уровни А1, А2, Б1, Б2. То есть тот, кто заинтересовался татарским языком и хочет усвоить его практически, он начинает с элементарного уровня и может достичь уровня Б2. И говорить по-татарски, писать, и приобщиться к культурным традициям татарского народа. А в самой онлайн-школе кого больше? Татарстанцев или представителей других регионов, стран? Вообще, какой охват у школы? Да, я должна подчеркнуть, что с каждым годом число пользователей в онлайн-школе увеличивается. И на сегодняшний день зарегистрировано более 30 тысяч пользователей. Из них около 6 тысяч – это представители Республики Татарстан. Далее представители субъектов Российской Федерации. А вот более тысячи пользователей – это представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенно я хотела подчеркнуть число желающих – много из Казахстана, потому что там огромная татарская диаспора. Интересно. А как проходит занятие? Ну, понятно, нужно сначала зайти на сайт, зарегистрироваться, а дальше? Регистрируется, он затем выясняет уровень своих компетенций, на каком, на данный момент он уровне знает, скажем, татарский язык. И, пожалуйста, начинает изучать татарский язык с самых первых, скажем, слов, с алфавита, учится здороваться, знакомиться и так далее, и так далее. Различные ситуации повседневного общения. Как вот мы используем язык для общения, также пользователь изучает в этой онлайн-школе. Но самое главное достижение этой онлайн-школы – наличие живых разговорных уроков. Каждый вечер преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ ведут разговорные уроки в режиме реального времени с этими пользователями. И человек, который изучает татарский язык с помощью компьютера, скажем, проделывая многочисленные упражнения, прослушивая аудиотексты, создавая сам какие-то высказывания, имеет возможность поговорить по-татарски с высококвалифицированным преподавателем КФУ. А вот вы, как автор методик обучения татарскому языку, специальных учебников, не могли бы вы раскрыть секрет, как выучить, чтобы знать язык на разговорном уровне? Я считаю, что самое главное – это желание. Если человек желает изучить татарский язык, он регистрируется или в анателе, или он записывается на курсы, вот он приходит на первый урок, он никогда не изучал татарский язык, не знает ни одного татарского слова, и первый диалог, который он учит на первом занятии. С этого маленького диалога начинается изучение, дальше идут вопросы, расширяются, и таким образом человек как бы снимает вот это психологическое напряжение, барьер, он говорит, ему хочется знать все больше и больше, и, пожалуйста, мы так учим. Большое спасибо, Бигзур Рахмет. Сызгада Бигзур Рахмет, унышлар татарша силяшик, татарша иряник, туант или бизнес-саклик. Продолжим тему традиций и научных школ Казанского университета. В прошлой программе мы говорили о том наследии, которое осталось в виде лекций и трудов преподавателей точных и естественных наук. Эти сокровища хранятся в отделе рукописей и редких книг. По этим работам можно проследить историю становления научных школ, того, какие дисциплины были популярны в дореволюционное время. Сегодня покажем лекции и работы известных педагогов и ученых гуманитарных дисциплин. Илья Андреев поведает о некоторых из них. Казанский университет, основанный в 1804 году, входил в 19-е, начале 20-х веков в число самых престижных высших учебных заведений империи. Богатая история университета, в стенах которого трудились выдающиеся ученые, были сделаны открытия мирового масштаба. Нужно сказать, что в отделе рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета сохранились подлинные конспекты лекций гуманитарных наук за 19-е и 20-е века. И у нас с вами представляется уникальная возможность познакомиться с ними поближе. Например, Вальтер Андерсон. Его перу принадлежит большое количество научных трудов по языковизнению и народному фольклору. А вот как раз в руках у меня работа Вальтера Андерсона за 1905 год. Можно обратить внимание о происхождении народного эпоса к гомеровскому вопросу, студенческая работа, рукопись. Здесь мы можем обратить внимание, что он все это пишет, и где-то даже есть вырезки из, возможно, газет мы можем предположить, да, потому что здесь обратная сторона отпечаталась. И это, собственно, вырезки каких-то стихотворных произведений и его комментарии, где он разбирает, например, струфы стихотворные и, в общем-то, приходит к каким-то своим выводам. Вальтер Андерсон родился в Минске 28 сентября 1885 года. Окончив в 1904 году Третью Казанскую гимназию с золотой медалью, он поступает на историко-филологический факультет Казанского университета, который он также окончил с золотой медалью в 1908 году. Благодаря хорошим отзывам преподавателя и высоким показателям успеваемости ему было рекомендовано продолжить научную работу. Вальтер Андерсон был оставлен сроком на два года при университете для приготовления к званию профессора по кафедре истории западноевропейской литературы. 26 февраля 1911 года, завершив испытание при Санкт-Петербургском университете на степень магистра истории западноевропейской литературы, Вальтер был оставлен при этом университете еще на один год для приготовления к профессорскому званию. С 1 октября 1911 по 1 октября 1912 года он был командирован Берлин и зачислен слушателем Берлинского университета. По окончании учебы вернулся в Казани. Был принят на должность приват-доцента Казанского университета по кафедре истории западноевропейской литературы. С декабря 1912 года Вальтер Андерсон читал курс лекции по истории западноевропейской литературы и преподавал итальянский язык. В 1916 году он был удостоен докторской степени. Обстоятельства ее присуждения были следующими. Вальтер Андерсон представил внимание ученого совета свою последнюю работу «Император и аббат. История одного народного анекдота». Обсуждение ее проходило очень бурно. Она с восторгом была принята научным сообществом, результатом чего стало решение о присуждении ученой степени без защиты квалификационной работы. А вот перед нами из архива, собственноручно, рукопись Залесского лекции по истории философии. Это введение в курс истории философии права за 1898-1899 года. Здесь мы можем обратить внимание, все подлинные чернилами введение в курс. А это лекции по теории истории искусств, записанные студентом 4-го курса историко-филологического факультета университета Нагуевским в 1869 году. Нужно обратить внимание, что во время конспектов лекции есть и на полях изображения, рисунки, что-то он наиболее важное подчеркивает определенными чернилами. Это вот те самые конспекты. Родился Дмитрий Ильич в селе Орлово в дворянской семье. Окончив в 1866 году гимназию, в том же году он поступил на историко-филологические факультеты Новороссийского университета. Выдержав особые испытания на учителя латинского языка, он был назначен преподавателем в Рижскую Александровскую гимназию. С 1875 года он также преподавал в Женской Ломоносовской гимназии. В том же году он сдал магистрские экзамены и 9 мая 1876 года защитил в Харьковском университете диссертацию. В 1883 году Дарий Ильич защитил докторскую диссертацию. 18 июня получил должность ординарного профессора на кафедре римской словесности Императорского Казанского университета. Одновременно с 10 марта по 31 мая 1892 года исполнял обязанности отдельного цензора по внутренней цензуре в Казани. Профессор Науевский опубликовал десятки научных работ, причем не только по древнеримской литературе, но и по истории, по нумизматике, в том числе обозрение персидских монет. Профессор был награжден персидским орденом Льва и Солнца. Рядом российских орденов. Дарий Нагуевский, автор учебника по латинскому языку. Дитель университетского образования Николай Лобачевский говорил, «Жить значит чувствовать, наслаждаться жизнью, чувствовать неперестанное новое, которое напоминало бы нам, что мы живем. Будем же дорожить жизнью, пока она не теряет своего достоинства. Пусть примеры в истории, истинное понимание о чести, любовь к отечеству, пробуждение в юных летах дадут заранее благородное направление страстям. Главное не быстрее бежать, а двигаться в верном направлении». Всего вам доброго и до новых встреч. Уча других, мы учимся сами, писал римский философ, политик Сенека. Нам есть к чему еще стремиться. Поздравляем всех преподавателей с профессиональным праздником. А университетское сообщество с вхождением в новую эру развития. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok